Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 9 марта, день Иоанна Предтечи, Еразма. Когда была высечена честная глава святого Иоанна Предтечи, дочь Иродиады приняла ее на блюдо и отнесла своей матери. Эта нечестивая жена пронзила иглой язык святого, который обличал ее беззаконие и, надургавшись над честной главой, не позволила предать ее погребению вместе с телом святого. Преподобный Еразм Печорский потратил огромное состояние на украшение храма и стал нищим. В народе его называли Иванов день. Сегодня рано не ложились спать. Считалось, что в дом может проникнуть нечисть и наделать бед. Спать укладывались после полуночи, и к кровати, особенно детей, привязывали чертополох, либо образ. Также рисовали крест на двери и на окнах. Клали наточенный топор у порога для защиты от злых духов. Приметы. Если жаворонки и айсты вовремя прилетают к урожаю хлеба. Птицы гнезда с южной стороны вьют, лето будет прохладным. Птицы вьют гнезда с солнечной стороны, рыбалка не будет. Если гнезда располагаются в тени, будет клев рыбы, а лето будет теплым. Ясный день. Погода на Пасху будет хорошая. А в апреле тепло. Много снега Пасха тоже будет холодной. На небе виден яркий месяц со светлыми рогами к утреннему морозу. Снег на крышах лежит. Знать, и Пасха будет снежной. Если сегодня болит голова, молится Иоанну Предтечи. Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала. Я хочу вам рассказать о том, чтобы вы как-то в себе устоялись, поверили в себя, в свои знания, в свой опыт и действовали, чтобы вас ничто не сбивало. Моя жена двух детей родила и воспитала. И вот у дочки родился внучок. И пошли различные советы. Знаете, там укропную воду пить или не пить. А вот молоко можно пить. Какие продукты есть, какие продукты не есть. И прочее, прочее, прочее. И они, знаете, запутались, запутались, потерялись. Столько различных рекомендаций. Кто-то советует, надо. Кто-то советует, не надо. А я у них говорю, Нина, ну ты же двух детей вырастила. Ты что, в свой опыт не веришь, как это надо делать? Ну вот, вот-вот потерялась. Видите? Я опираюсь лично на свои собственные знания, на свой собственный опыт, на свои собственные рассуждения, на то, что думаю, вот так вот оно должно получаться. Делаю, и так получается. И мне очень трудно сбить, потому что я имею свои собственные наработки. Поэтому, если вы имеете свои собственные наработки, кто-то вам будет говорить там о щелочности, кислотности, сколько там пить воды, голодать, не голодать там, и прочее, прочее, сыроедить, не сыроедить, бежать, не бежать. И еще что-то. Опирайтесь на свой разум, свой опыт. Вот это я вам хотел донести.